Вышитая Чувашия. Проект под таким названием объединил мастерицы из 21 района республики. Они создают вышитую карту родного края. Фрагменты уникального полотна уже поступают в Чувашский национальный музей. Первый свою работу представила вышивальщица из Яльчикского района. Карта Яльского района получилась как дерево. Полтора месяца потребовалось преподавателю детской школы искусств Риме Порферьевой, чтобы оригинально изобразить свой район. В основе карты 9 сельских поселений со своими достопримечательностями. Лаштайбинское сельское поселение, как корни этого дерева, ствол дерева, это Янчиковское сельское поселение. Остальные поселения похожи на ветки деревьев. У Яльского района есть свой герб. Этот герб тоже отображен на этой карте. Каждое поселение отмечено своеобразным узором, замысловатым швом. Так на полотне оживает вереница гусей, красуются бараньи рога, сияет восьмиконечная звезда. Мастерица использовала три техники вышивания. Крестом, косой гладью и линейные узоры по контуру. Разнообразная и цветовая гамма. Главным цветом чувашской вышивки является красный, разных оттенков, добавлением черного контура. А также здесь имеются желтые, синие, зеленые оттенки. Отрезы холста с уже обозначенными границами мастерицы получили два с половиной месяца назад. По замыслу организаторов акции, каждая из них должна живописными стишками отобразить свой район. Причем использовать традиционный именно для этой местности художественный арсенал, чтобы передать все своеобразие и колорит. Затем фирма художественных промыслов Пахатери соединит все фрагменты в единое полотно. А в день чувашской вышивки, который отмечается 26 ноября, рукотворный шедевр займет почетное место в Национальном музее. Лидия Галаксенова, Алексей Янейкин, Михаил Солин. Вести Чувашия.